Здравствуйте, друзья! Очередной завершенный проект. Вот такая кухня у нас на видеообзоре. Давайте расскажу про нее. Первая. Столешница. Акриловый камень LG Hi-Max. Толщина 12 мм. С минимальным нависанием над фасадами. Фасады у нас нижние и антресольные. МДФ 16 мм. Окрас плюс матовый вак. Вот в таком темном благородном цвете. Фасады средней линии. У нас МДФ 16 мм. И глянцевый вак. Решили вот так вот серединочку выделить. Дальше. Профиль ручка для нижних баз. Л-образная под столешницей. Для того, чтобы мы могли открывать фасадики. Профиль ручка С-образная для нижних баз. Чтобы мы могли открывать вот эти фасады ящика. Дальше. Профиль ручка также для верхних баз. Накладная. На торец. Накладывается и монтируется на крашеные вот эти наши любимые нижние горизонты. Кухня у нас разделенная. В этой части у нас угловая компоновка. И в этой части у нас есть еще дополнительная вот такая вот батарея из пеналов. И там станет потом холодильник. Давайте по этой части пройдемся. Здесь у нас есть зона мойки. Мойка также у нас из искусственного камня. И вот же полная. Интегрированная. Вот такая максимально сквадраченная. И вот это длинные бороздочки наши. Все подбиралось. Все по текстуре. Чтобы был спокойный переходик. То же самое здесь от проекта. Проект вот так делаем. Чтобы у нас рисунок не терялся. Все это разворачиваем. Текстуру. И все спокойно переносим на вторую новую часть проекта. Для того, чтобы у нас не бросалась в глаза вот этот вот стык. Зона мойки. Здесь у нас есть посудомоечная машина. И у нас здесь достаточно места пространства для того, чтобы мы могли какую-то посуду загрузить сюда. Или наоборот выгрузить. Тоже в удобном доступе у нас сушка верхней базе. Можем чистую посуду сухую поставить на место и дальше пользоваться. Следующий моделечек у нас самомойка. В том углу у нас что-то поместится. Может быть фильтрующий осмос. Ну или чем-то другим заставиться. Здесь у нас зона хранения по бокам. Петли как всегда на крайних секциях с ограничителями. И центральная зона у нас здесь варочная индукционная панель. Под ней расположились вот такие вот ящички. Самый нижний у нас тандем-бокс фирмаксовский высокий, высота D. Металлические боковины, рейлинг. Все как мы любим. И вверху у нас вот такие два ящика. Верхний ящик. Ящики собраны на фурнитуре Blum. Высота M нижний и среднего ящика и верхнего ящика. Верхний ящик у нас с кнопкой и ручкой-поводком. Чтобы мы опять-таки могли пользоваться верхним ящиком, когда необходимо, будем пользоваться средним ящиком. Открытие. Еще раз. Профиль ручки. У нас достаточно места для того, чтобы мы не пачкали с лицевой стороны фасады и с отыльной стороны открывали. И закрывали. Дальше. Средний ярус. Глянцевые фасады. Нижняя часть у нас украшена встроенная подсветка, максимально сдвинутая в центр столешницы, чтобы рассеивание было правильным. Да, чем дисконтактный для подключения света. И профилучка, которая служит нам для того, чтобы мы открывали опять-таки фасады в затыльную сторону и не портили и не залапали вот эту часть лицевых фасадов. Здесь у нас полно встраиваемая вытяжка и какие-то зоны хранения тоже поместились. В этой части также зона хранения. Сушку показывал. Крайняя секция тоже петли с ограничителями. Зона хранения. Дрессованные части все собраны на H-KX-S толкателях плюс япон. Петли беспружинные. Тоже большая объемная зона хранения. Я до нее дотягиваюсь, но для того, чтобы хранить там что-то или пользоваться, конечно, понадобится что-то. Какая-то помощь в виде табуретки или маленькой стремярки. Переходим в эту часть кухни. В этой части кухни у нас есть пенал с техникой, вот такой пенал-витрина со стеклянными фасадами и место пространства для холодильника. За этим пеналом узеньким у нас есть строительная конструкция, тоже шахта, и поэтому у нас глубина вот этой секции, она небольшая, но чтобы скрыть ее и чтобы организовать дополнительное место, решили вот такой узенький шкафчик поставить перед пеналом с доводчиками и толкатель-тепон для открытия. Под духовым шкафом у нас высокий ящик для хранения, тоже соба на фирмаксе высота D над у нас зона хранения вот такие две пулочки. Контрессольные части, как и на той кухне, на той стороне кухни, у нас тоже блюмашка АКХС. Мы видим здесь одну и вторую боковины, они видимые, поэтому они были покрашены. У нас есть фальшечка, за этой фальшечкой прячется вентиляционный канал, который идет в шахту общедомовую, была вытяжка и мы решили ее также вынести, перенести на эту фальшпанель. Дальше, вот такая вот столешница увеличенная, чайная зона можно, наверное, так сказать или какое-то другое применение найдут заказчики. Та же самая столешница, та же самая профи ручки, те же самые цвета, те же самые фасады. Фурнитура, два ящика вот таких объемных, огромных, 550 глубиной, тандембокс и от фармакса. Дальше, перешли в эту часть, большая проблема, по крайней мере у нас в регионе, с вот таким супер затемненным стеклом, кто-то его называет стопсол, кто-то его называет по-другому, но, короче, большая проблема. И много разного я пытался придумать, вот это одна из последних выдумок, смотрится супер, внутри я сейчас на данный момент ничего не вижу, мне просто зеркалит вот эта поверхность лицевая и все, но внутри у нас имеются вот такие полочки, 6 миллиметров, тоже тонированное стекло с обработкой и метро, чтобы тоже блестело, но также у нас имеется здесь подсветка и при включении подсветки мы уже начинаем видеть, что же там мы расставили. Мне очень нравится, что за стекло я нашел и я, наверное, продолжу его применить в своих проектах. Еще раз выключили свет, все, поверхность зеркалит, мы ничего не видим. и финишируем мы это ящик, такой шкафчик для хранения под холодильником. Пространства для холодильника оставили достаточное для того, чтобы мы могли спокойно открыть дверь полностью и пользоваться ящиками внутри. По верхнему фальшику сделали его на 5 миллиметров больше, чем карниз у нас в помещении, для того, чтобы у нас никогда не возникало никаких проблем с открытиями фасадов, которые с этим кабинетом. Чтобы ничего не цеплялось, ничего не задевало. Цоколь. Внизу пластиковый цоколь. И на этой части кухни, на этой части кухни пластик выкрашен тоже цвет фасадов, чтобы это все гармонировало и было разумно, понятно и красиво. Нижняя часть также выкрашена. стабильная сбалансированная насыщенная кухня с акцентными линиями черными, с акцентной техникой черной и наоборот с очень приятной и очень сбалансированной моечкой увеличенной длины. Красивой, принятой, приятной и которой удобно будет пользоваться. Спасибо.